Ну а далее эфир продолжат новости спорта. К эфиру присоединяется наш спортивный ободреватель Алишер Накипов. Алишер, вам слово. О чем сегодня нам расскажите? Доброе утро. На проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу определились все четверть финалисты. Обсудим прошедшие игры. Также поговорим о старте ежегодного теннисного турнира серии Большого шлема Уимблдон. Обсудим, кто в этом году фаворит первенства и есть ли среди них казахстанцы. Сборная Румынии и Нидерландов сыграли в одной восьмой финала Евро 2024. На стадионе в Мюнхене было забито три мяча. На 20-й минуте нападающий оранжевых Коди Гагпа распечатал ворота Флорина Аници. На 63-й минуте он мог увеличить свой лицевой счет, но его мяч не засчитали из офсайда. Впрочем, команда Рональда Кумана добилась своего на 83-й минуте, когда отличился Даниел Малин. Уже в добавленное время Малин убежал в контратаку и поставил точку в этом матче 3-0. Напомню, что сборная Румынии сенсационно вышла в плей-офф с первого места из группы, где были представлены команды Бельгии, Словакии и Украины. В четверть финала чемпионата Европы по футболу вышла из сборной Турции в матче 1-й восьмой, который прошел в немецком городе Лейпциге. Подопечные Винченца Мантеллы обыграли Австрию со счетом 2-1. Автором первого гола стал защитник Мерих Демираль, который пробил из пределов штрафной под перекладину на 57-й секунде. Это взятие ворот стало самым быстрым в истории плей-офф на Евро. На 59-й минуте Демираль получил навес углового от Ардегулера, забил головой, оформил дубль и сделал счет 2-0. Австрийцы отыграли один мяч на 66-й минуте, Штефан Пош подал угловой и Михаэл Григорьевич забил угловой. В итоге Турция стала последним четвертьфиналистом турнира и за выход в полуфинал сыграет с Нидерландами. Таким образом, на проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу определились все четвертьфиналисты. Последними участниками следующей стадии стали сборные Нидерландов и Турции. В одной четвертой финала между собой сыграет Испания-Германия, Португалия-Франция, Англия-Швейцария и Нидерланды-Турция. Напомню, чемпионский титул вакантен, так как прошлогодний обладатель трофея сборной Италии вылетела с турнира. Коллеги, вот таким был обзор на сегодня. Теннисистки и теннисисты Казахстана вообще в казахстанском спорте сейчас идут таким большим серьезным авангардом. Будем надеяться, что так они будут продолжать еще долго. Нам остается только болеть за их победу. Благодарим за обзор. Это был наш спортивный обозреватель Алишер Накипов и его спортлайф. Мы продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok